В жаркую погоду наши львы любят поваляться на солнышке, как настоящие жители Африки. Жизнь в саванне опасна и нелегка, заставляет животных выживать и охотиться, сторожаться за главенство в прайде, охранять свою территорию. Именно поэтому львы в природе живут 14-17 лет, в зоопарках продолжительность жизни льва составляет 20-25 лет. Лев – это вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер, относящихся к подсемейству больших кошек. Наряду с тигром львы самые крупные из ныне живущих кошек. Масса некоторых самцов может достигать 250 кг. Ранее ареал обитания львов был значительно шире. Еще в раннем средневековье львы встречались на всей территории Африки, кроме пустынь и тропических лесов. Также его можно было увидеть на Ближнем Востоке, Иране и даже в ряде мест Южной Европы. В Северной и Северно-Западной Индии лев был обычным хищником. Однако преследования со стороны человека и разрушение среды обитания привели к тому, что в Африке лев сохранился только к югу от Сахары. Его ареал в настоящее время сильно сократился. В Азии небольшая популяция существует в Гирском лесу, в индийском штате Гуджарад. Львы относятся к уязвимым видам следствия необратимого сокращения численности их популяции. Львы содержались еще в зверинцах со времен Римской империи. В зоопарке всего мира сотрудничают в программе разведения вымирающего азиатского подвида. Прайдом правит самец. Бывают случаи, когда несколько самцов возглавляют один прайд. Львицы выполняют роль охотников и воспитывают потомство. Если охотится прайд, то чаще всего одна из трех охот успешна, в то время как у льва-одиночки только одна из пяти охот удачна. Несмотря на огромные зубы, львы на самом деле не жуют пищу, а глотают большие куски мяса. Взрослый лев съедает до 7 кг мяса в день. И, конечно же, самые большие сони – это львы. Они большую часть времени спят. Сон может длиться до 20 часов в сутки. Особенностью львов является то, что это единственные большие кошки, которые живут в семейных группах, называемых прайдом. Прайд обычно состоит из пяти или шести родственных между собой самок, их детенышей обоих полов и одного или двух самцов, которые спариваются со взрослыми самками. Число взрослых львов в коалиции, как правило, два, но их количество может возрасти и до четырех, а затем снова уменьшится. При достижении половой зрелости молодые самцы покидают прайд. Второй тип социальной организации у львов – это странствующие львы. Поодиночке или парами, кочующие в пределах ареала. Часто странствующими львами становятся самцы, изгнанные из прайда, в котором они родились. Через это проходит большинство молодых самцов, а некоторые из них до конца жизни остаются одиночками. Львы могут менять свой образ жизни, кочевники могут образовывать свой прайд, либо вступить в уже существующий, а живущие в группе – выйти из него. А вот одиночкой самке гораздо труднее присоединиться к другой группе, так как львицы в прайде всегда имеют родственные связи и обычно изгоняют чужаков. Чтобы исключить конфликты между жителями парка, львы у нас содержатся парами – самец и самка, а соседи по парку перерыкиваются друг с другом, заявляя о своем присутствии. Есть интересные особенности львов. Например, размер львиного сердца по отношению к размерам тела – самый маленький среди всех представителей семейства кошачьих. По своей природе львы очень ленивы. Сытый лев снимется с места только в случае опасности, ну или для того, чтобы перебраться в тень. А вот во время брачного периода львы спариваются до сотни раз в день. Грива есть только на голове в основном у самцов. Она появляется примерно к 2 годам, так же как и способность устрашающей рычать. Львицы терпеливы. Они способны полдня неподвижно пролежать в засаде, пока у водопоя не появится жертва. Именно самки занимаются воспитанием потомства. Они кормят не только своих детенышей, но и ухаживают за молодняком чужих львиц и спрайда. Отличительной особенностью самок львов – это наличие 4 сосков. А у остальных кошачьих обычно 8 сосков. Средняя продолжительность беременности составляет 110 дней, после чего самка рожает от 1 до 4 детенышей в уединенном месте. Обычно роды происходят в зарослях тростника, пещере или другом укромном месте, вдали от остальных членов прайда. Она часто охотится сама, находясь неподалеку от того места, где спрятано потомство. Львята рождаются слепыми и совершенно беспомощными. Их глаза открываются приблизительно через неделю после рождения. Масса тела новорожденных львят составляет 1,5-2 кг. Они начинают ползать через день или два, а ходить после третьей недели жизни. Самка переносит детенышей на новое место несколько раз в месяц. Эта процедура осуществляется во избежание накопления запаха в логове, который способен привлечь хищников. Обычно самка присоединяется к своему прайду тогда, когда ее детеныши достигают 6-8 недельного возраста. Иногда она может вернуться в прайд раньше, особенно если роды произошли одновременно с другими львицами. В таких случаях львята вырастают практически одновременно, потребляют одинаковое количество еды и у них появляется больше шансов на выживание. Кроме опасности умереть от голода, угрозу для молодых особей представляют другие хищники. Гиены, шакалы, леопарды, орлы и даже змеи. Буйволы, учуя в запах львят, бегут в то место, где они спрятаны и делают все возможное, чтобы растоптать их, пока львицы уходят охотиться. Если главного самца в прайде вытеснит другой, то он убивает детеныша побежденного. В целом, по меньшей мере, 80% львов погибают в возрасте до 2 лет. Споры о том, кто же крупнее, лев или тигр, ведутся до сих пор. Преобладает точка зрения, что тигры все-таки крупнее, но и она оспаривается рядом ученых. Лигр – это гибрид льва и тигрицы, всегда превышает по размеру своих родителей. Его масса может достигать полутонны, а длина тела превышает 3,5 метра. Среди всех представителей семейства кошачьих, именно львы являются наиболее высокими. Пещерный лев, кстати, обитал на территории Сибири и был самым крупным представителем семейства кошачьих, когда-либо ходившим по планете. Защищая свою территорию, львы дерутся между собой не на жизнь, а на смерть, охраняют территорию от чужаков и самцы, и самки. Когти взрослого льва могут достигать 7 сантиметров в длину и являются довольно грозным оружием. В нашем парке живет несколько пар львов. Их мощный рык оглушительным рокотом прокатывается по склонам Мархотского хребта. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok